Выход новых видео зависит только от вас. Чем больше будет просмотров, лайков и комментариев, тем больше людей узнает о новых приключениях Человека-паука и тем больше роликов появится на канале. Так что если вам нравятся выпуски, ваша поддержка – лучшая награда. В новом выпуске удивительного Человека-паука мы переносимся немного в прошлое, когда Питер сражался со своими друзьями, одержимыми демонами. Тем временем Норман Осборн, который практически переродился благодаря пожирателю грехов, раскаивается в своих преступлениях доктору Кавке. Питеру же приходится нелегко, сражаясь с друзьями, так как он не может позволить себе навредить им. Внезапно голосом Джулии Карпентер к нему обращается Киндред, который непосредственно причастен к произошедшему. В это время Осборн признается, что этот ужасный демон никто иной, как его сын Гарри. Теперь Норман понимает, что именно его поступки превратили Гарри в это жестокое существо. Грехи отца стали грехами его сына. И Норман не может ничего изменить. Даже его собственная смерть не остановит Гарри. Далее мы видим, что Человеку-пауку удается не только выбраться на сушу из подводной лодки, но и спасти других пауков. Тем не менее, они не выказывают никакой благодарности. Кроме того, они атакуют Питера настоящими ядовитыми пауками. Они не убивают его, однако Стенолаз не может пошевелиться. Одержимые оставляют его, а Женщина-паук напоследок советует ему найти ее позже, пока она сама будет изгонять своих демонов. Возвращаясь к Осборну, мы видим, что Кавка советует ему найти некого посредника, их общего с сыном знакомого, который поможет помирить родственников. И, к счастью, Нормана в город возвращается Мэри Джейн Уотсон. Далее мы переносимся в обитель Доктора Стрэнджа, где он и наш герой сталкиваются с демонической шелк. Девушка и так была почти равна по силе Стенолазу, а теперь она гораздо опаснее, чем сам Паркер. Тем не менее, в своем убежище Стрэндж никому не позволит угрожать его друзьям. Стивен уверен, что девушка одержима пожирателем грехов, но Питер признается, что демон внутри нее это некий Киндред. Стрэндж крайне недоволен тем, что Паркер утаил от него такую информацию, а демон сообщает, что от него невозможно спрятаться, так как теперь он владеет Мадам Паутиной и видит каждый дальнейший шаг Паука. Внезапно шелк превращается в ужасного монстра, который пытается заставить Питера сознаться. Наш герой уверяет, что он готов сознаться в чем угодно, если это поможет его друзьям, но сам он не понимает, в чем именно он должен признаться. Однако Киндред сообщает, что им нужно поговорить лично, после чего шелк уходит. Питер уверен, что оставив Нормана на растерзание пожирателя грехов, он запустил цепь событий, которая привела ко всему этому. Стрэндж понимает, что Пауку необходимо исправить то, что он, по его мнению, натворил, поэтому решает помочь ему. С помощью магического артефакта руки Вишанти, Стивен активирует мост Паутины Судьбы, дабы перенести его к Киндреду. Но во время ритуала Маг замечает нечто странное и прерывает начатое. Стрэндж подозревает, что Питер мог заключить некую сделку, но не может поверить в это, поэтому он решает все проверить. Тем не менее, Человеку-пауку нужно спешить спасать друзей, и он не может ждать. Однако Стивен быстро выдворяет Паркера из своего святилища. Но когда Стрэндж возвращается обратно, он обнаруживает, что рука Вишанти пропала. Как оказывается, перед тем, как идти к магу, Питер заглянул к своей старой знакомой, черной кошке. С ее помощью он похитил артефакт Стрэнджа, чтобы самому провести ритуал. Благодаря этому Стенолаз попадает в свой мир снов, где он уже был когда-то. И теперь это место сильно изменилось, в худшую сторону. Внезапно здесь же появляется Эмджей, которая находится в серьезной опасности. Однако он никак не может помочь ей, и спустя мгновение земля под его ногами раскалывается, и Питер исчезает. Через несколько ужасных секунд Паук обнаруживает себя полупогребенным в одной из могил на кладбище. После этого он отправляется в один из склепов, где Киндред уже давно ждет его. Ждет, чтобы начать застолье с самыми близкими людьми Питера – с мертвецами. В следующем выпуске мы узнаем, что Стэн Картер, он же Пожиратель Грехов, выжил, и его последователи отнесли своего лидера в их логово. Там Стэн узнает, что после очищения Осборна, его накопленные грехи переместились в тела людей-пауков, которые теперь сеют хаос по всему городу. Тем временем к черной кошке прибывает Доктор Стрэндж, который желает забрать украденный магический артефакт. Однако Фелиция отказывается вернуть руку, если только Стивен не возьмет ее с собой на спасение Питера, и магу приходится согласиться. Далее мы переносимся к Эмджей, которая застряла в пробке. Тут же с помощью новостей она узнает о произошедших событиях с Человеком-пауком, Пожирателем и Гоблином. Мэри решает поспешить, однако в ее планы вмешивается прилетевшая с неба машина. К несчастью, одержимые пауки добираются до моста, где застряла Эмджей. И пока они бесчинствуют, Картер пытается достучаться до Киндреда молитвой, но в ответ его ждет лишь тишина. В этот момент к машине Эмджей добирается никто иной, как Норман Осборн, который собирается ее спасти. И увидев его, девушка теряет сознание. Пожиратель грехов, несмотря на неотвеченные мольбы, собирается сразиться с демонами-пауками. И для этого ему нужно поглотить силы того, кто сможет их уничтожить. Ему нужны силы Морлана. Наконец, спустя долгое время, Человек-паук встречается с Киндредом. Питер с ужасом узнает, что этот безумец откопал тела его погибших друзей и близких. Джоджа Стейси, Джиннеде Вульф, Марла Джеймсон, Флэша, Гвен Стейси и, конечно, дяди Бена. Ради того, чтобы одеть их и усадить за один стол. Естественно, паук в ярости набрасывается на демона и между ними завязывается сражение. Киндред заявляет, что он стал таким именно из-за поступков самого Питера. Наш герой не собирается сдаваться и выкладывается на полную, нанося свои мощнейшие удары по монстру. Но все они бесполезны против мертвой плоти. Повторяя, что во всем виноват сам Питер, Киндред выбрасывает его наружу. Внезапно Паркер обнаруживает себя на горящих улицах города, где страх и панику сеют его друзья, одержимые грехами демонами. Паук умоляет Киндреда отпустить их, а взамен он готов принять смерть от рук демона. И внезапно Киндред соглашается. Одним движением он освобождает людей-пауков от одержимости, после чего они приходят в себя. Питер крайне рад, что его друзья целы. Однако теперь демон собирается выполнить вторую часть сделки, и через мгновение он ломает шею Питера. Далее нам показывают, что последователи Картера врываются в некую лабораторию, чтобы похитить неизвестное вещество. После этого мы переносимся к Мэри Джейн, которая приходит в себя в комнате с Норманом Осборном. Тем временем люди-пауки, которые избавились от внутренних демонов, с ужасом наблюдают за причиненными разрушениями вокруг них. И еще в больший ужас они приходят, когда узнают, что сами стали причиной этих разрушений. К счастью, к ним на помощь приходит Доктор Стрэндж, который помогает справиться с последствиями Хаоса. В это время Норман пытается объяснить Мэри, что ему нужна ее помощь. Однако девушка не собирается слушать объяснения безумного маньяка и убийцы. Но Эмджей останавливает фраза Нормана о том, что помощь нужна его сыну Гарри. Люди-пауки узнают, что все время с побега на лодке они были одержимы демоном по имени Киндред. И теперь Питер Паркер находится в огромной опасности и ему нужна помощь их всех. Мэри Джейн, в свою очередь, узнает от Доктора Кавки, что некий Стэн Картер очистил Осборна от всех его грехов и теперь он совершенно другой человек. Норман пытается убедить Эмджей, что в последнее время Питер и сама девушка были подвергнуты преследованию страшного демона, под личиной которого скрывается Гарри. Тем не менее, девушка отказывается верить в это, так как совсем недавно она видела самого Гарри, который был совершенно в порядке. Однако Норман не может раскрыть всей правды, так как у них нет времени на это. Питер в страшной опасности и только Мэри может спасти его. Далее мы переносимся в убежище Картера, куда его последователи приносят похищенное вещество. Внезапно Пожиратель разбивает ампулы и запирает внутри комнаты своих последователей. Как оказывается, это вещество было мутагеном Королевы Пауков, который превращал всех людей в огромных монстров, таких же, как и во время событий Паучьего острова. Все это Картер сделал для того, чтобы заманить в ловушку последнего из оставшихся наследников – Морлана. В это время Доктор Стрэндж, Черная Кошка и Люди-пауки собираются провести ритуал, который поможет им отследить местонахождение Питера. Черная Кошка остается на страже артефакта, а остальные тем временем отправляются за Человеком-пауком. Спустя несколько секунд они переносятся в астральный план, где Стрэндж предупреждает всех, что это место полно опасностей. И похоже, некоторые из них уже их нашли. В следующем выпуске в комнату к Норме, пока он спит, пробирается к Индред, чтобы посмотреть на своего сына. Тем временем Питер просыпается в своей постели. И мы понимаем, что он перенесся в тот самый день. Новый день. После того, как Питер совершил сделку с Мефисто. После этого наш герой отправляется на вечеринку Флэша, который жив и совершенно здоров. Вскоре там же появляется Гарри Осборн, который совсем недавно прибыл из Европы. Но на самом деле Питер лежит на холодной плите саркофага, убитый кошмарным демоном. Однако его сознание снова переживает тот самый день, где он видит МДжей, уходящую прочь. Гарри же пытается подвести своего лучшего друга к вполне очевидному открытию. Именно он скрывается под маской Киндреда. После чего демон применяет свою силу на теле Паука. И Питер оживает. Придя в себя, он все еще не может поверить в правдивость своего открытия. Он просто отказывается верить. Однако Киндред снимает свою маску и показывает, что под ней действительно находится лицо Гарри. Морлан, одержимый жаждой голода, спешит на запах добычи. И уже вскоре он наслаждается сочной энергией паучьих тотемов. После пиршества на месте бойни появляется Картер, который видит внутри Морлана один из грехов – обжорство. Пожиратель грехов собирается очистить наследника, но он не ожидает, что Морлан так силен. В результате сражения Картер оказывается повержен и Морлан уже собирается поглотить его энергию. Однако у Пожирателя есть запасной план – ловушка, с помощью которой он все-таки достает наследника. Тем временем Люди Пауки и Доктор Стрэндж путешествуют по миру снов Питера в поисках зацепок. Они решают разделиться, чтобы ускорить поиски. Во время исследования Мадам Паутина и Гвен разговаривают о том, что Питер бросил Нормана на растерзание Пожирателя, потому что он никак не может избавиться от чувства вины по поводу смерти его Гвен. И он будет постоянно пытаться защитить ее. Однако их разговор прерывается, когда на них нападает некий четырехрукий демон. Остальным Паукам также приходится не сладко, так как на их пути встает громадная версия Уилсона Фиска. Герои понимают, что все это извращенное отражение страхов Питера, которые обрели физическое воплощение. Однако, к счастью Пауков, на их стороне есть могущественный волшебник, который разбирается с демонами. Опять. Но тут на их пути появляется Энджей, которая также оказывается ужасным демоном. Доктору Стрэнджу приходится взять удар на себя, чтобы Пауки смогли пройти в найденный портал и помочь Питеру. Вскоре герои попадают на кладбище, куда ранее попал Человек-паук. И здесь их уже поджидает Пожиратель Грехов, который думает, что Пауки все еще одержимы демонами. Тем временем Питер пытается убедить Гарри, что вместе они могут решить его проблему. Однако, Киндред убежден, что все проблемы исходят именно от Паркера, поэтому они вступают в бой. Однако, теперь Гарри не просто сын своего отца, слабохарактерный и подверженный срывам подросток, одержимый демонами. Теперь он сам и есть демон. Чтобы показать, что смерть это не самое страшное, а самое страшное это отсутствие света и надежды, он забивает Питера простым камнем до смерти. После этого демон снова возрождает его и снова убивает. И снова, и снова, и снова. Таким образом, Гарри пытается доказать, что все страдают только от своих грехов, а не от чужих. Высокомерие и эгоистичность Паркера заставляли его вмешиваться туда, куда ему не следовало. Вместо того, чтобы сразиться с грехами, он просто пытался похоронить их, когда оставил Осборна на милость Картера. Из-за этого грехи вернулись еще более опасными. И даже тогда, вместо того, чтобы признаться, Питер пытался совершить сделку с дьяволом. И теперь Паркер наблюдает за тем, как его друзья идут прямо в ловушку пожирателя грехов. И Человек-паук может спасти их, ему стоит всего лишь признаться. Однако Питер все еще не понимает, в чем он должен покаяться. Тогда Киндред повышает ставки. И наш герой с ужасом видит, что на кладбище также появляется и Мэри Джейн. В следующем выпуске нас переносит в прошлое, когда Гарри взял образ Зеленого Гоблина вместо своего отца. Именно тогда он принес М.Джейн на место гибели Гвен Стейси, чтобы поговорить со своим единственным другом. Уже тогда он обвинял Питера в том, что он далеко не безгрешен. Тем не менее, он обещал, что Мэри всегда будет в безопасности. Далее мы переносимся в настоящее, где М.Джей и Норман приезжают к кладбищу, где находятся Питер и Киндред. Именно здесь были похоронены все Осборны. Норман придумал план, как можно спасти Питера и Гарри, и девушке приходится довериться ему. Хотя она ни капли не верит в то, что Осборн стал другим человеком. Она абсолютно уверена, что не Зеленый Гоблин сделал Нормана монстром. Он всегда им был. А костюм всего лишь позволял ему раскрыть его истинную сущность. Тем временем, люди-пауки сталкиваются с Картером, который поглотил силу Морлана. И уже вскоре они осознают, что им не удастся справиться с такой мощью. Пожиратель с легкостью отбивается от атак героев, и Мадам Паутина видит единственный выход. Она сдается на милость Картера, и он очищает ее, поглощая силу Продицательницы. И уже через несколько мгновений его сознание наполняется правдой. Картер понимает, что все это время он был на службе у дьявола и выполнял его грязную работу. Осознав это, он немедленно решает покончить с собой прямо на глазах у пауков. Сразу после этого Мадам Паутина приходит в себя и велит всем остальным немедленно бежать. Однако уже слишком поздно, и пауки попадают в ловушку Киндреда. В это время Норман Осборн разговаривает с неким человеком, который прибыл с вооруженным отрядом наемников. Он сообщает, что Эм-Джей поверила его словам и отправилась на встречу с Гарри. Естественно, у Осборна абсолютно другой план, и его лицо тут же сменяется довольной улыбкой зеленого гоблина. Как оказывается, чтобы поймать Гарри, Норман заручился поддержкой самого Кингпина. Далее мы видим, что Киндред поймал всех людей пауков, чтобы усадить их за один стол во главе с Питером. Вскоре к ним присоединяется и Мэри Джейн, которая сразу раскрывает, что она знает, кто находится под личиной демона. Спустя несколько секунд Питер вырывается из оков и в ярости набрасывается на Киндреда, пытаясь спасти Эм-Джей. Однако, ничто не может остановить могущественное порождение ада. Тем не менее, Мэри прекращает сражение, соглашаясь присоединиться к ужину вместе с Питером. В это время к ним подбирается Норман Осборн, облаченный в костюм зеленого гоблина. Гарри начинает предаваться воспоминаниям об их былой молодости и о том, как все они были друзьями и как веселились днями напролет, пока не появился Питер и не увел у него Эм-Джей. Паркер не может поверить, что Гарри винит его за то время, когда они были совсем детьми. Однако, кроме этого, Киндред обвиняет своего друга и во всем, что произошло с его отцом. Он считает, что Паркер был обязан рассказать ему о том, что Норман превратился в зеленого гоблина. По его мнению, когда отец Гарри потерял память после первого сражения с Человеком-пауком, Питер ничего не рассказал, потому что его секрет Человека-паука был в безопасности, а не потому, что сам Осборн забыл о своем альтер-эго. Именно это привело к гибели Гвен Стейси, его страх и эгоистичность. Питер не понимает, как все это могло превратить Гарри в демона. Но Киндред в ярости отвечает, что не события превратили его в демона, это сделал сам Паркер в тот самый новый день. Однако, Эм-Джей вмешивается и говорит, что он не помнит ничего о тех событиях, а значит не может извиниться. Она подсказывает Гарри, что максимальную боль Питеру причинит ее смерть. И если он обещает пощадить всех остальных, она примет ее. Но в этот момент здесь же появляется зеленый гоблин, который крайне недоволен поведением своего сына. Он не может позволить ему никого убить, потому что он сам собирается это сделать. После этих слов он бросает тыквенную бомбу прямо в Эм-Джей. Увидев тело Мэри, Киндред в ярости набрасывается на гоблина. В этот момент Норман дает команду Фиску, и он начинает операцию. Внезапно все помещение заполняет тьма. Мэри шепчет Питеру, что все в порядке, он должен довериться ей, и они погружаются в объятия тьмы. Далее нас переносят немного в прошлое, где Норман и Кингпин заключают сделку по поимке Киндреда. Как оказывается, в распоряжении Фиска есть пятно – суперпреступник, способный перемещаться по теневым порталам. Именно с помощью подобной энергии Гидре удалось отрезать часть города непроницаемым куполом. И теперь, благодаря пятну, Осборн и Фиск смогут поймать Киндреда. Чуть позднее, во время сражения с демоном, они приводят в действие свой план и активируют темную энергию. Уже в настоящем времени Киндред оказывается пойман в клетку из непроницаемой тьмы, после чего он был доставлен в лечебницу Рейвенкрофт, директором которой является Норман. Даже вся сила демона не может помочь ему выбраться, поэтому Гарри впадает в некое подобие транса. Однако он может слышать все, что происходит вокруг него. Он может и говорить, однако с момента поимки Киндред не произнес ни слова. Вскоре в лечебницу прибывает Кингпин, который хочет расквитаться с демоном за свои унижения. Однако Осборн уверяет Фиска, что он сам сможет заставить Киндреда страдать, как никто другой. Кингпин решает довериться своему беспощадному другу и уходит. После чего Норман приказывает покинуть помещение и остальным работникам. Как только они остаются одни, Осборн признается, что все это было спектаклем. Его внутренние демоны не вернулись, он все еще очищен. И все это представление нужно было только для того, чтобы спасти Гарри. Норман прекрасно понимает своего сына, потому что до недавних пор он был одержим таким же демоном, Зеленым Гоблином. Осборн посвятил в свой план только Эм-Джей, и она великолепно отыграла свою роль. Норман знал, что Киндреду был нужен именно он. Во время сражения с Гарри, Мэри помогла спасти друзей Питера, пока он сам остался, чтобы разобраться с демоном. Норман убежден, что внутри этого ужасного существа все еще скрывается его сын, и он готов сделать все, чтобы освободить Гарри. Норман обязан своим освобождением именно Киндреду. Он все еще не знает, зачем Гарри это сделал. Возможно, чтобы убить его, когда тот будет беспомощен. Однако, тем не менее, Норман знает, что его сын хотел бы увидеть своего отца, свободного от внутренних демонов. И вот почему Осборн в этом уверен. Когда Пожиратель Грехов покончил с собой, все грехи вернулись обратно к своим носителям. Даже Карли Купер столкнулась с Увердрайвом, который сбежал из-под стражи, когда силы вернулись к нему. Однако, он признается, что никогда не хотел быть суперзлодеем, и теперь он будет стараться исправиться. Благодаря Карли, Увердрайв стал другим человеком, поэтому он решает пригласить ее на свидание. В это время в двери приюта Пир раздается стук и мольбы о помощи. Открыв дверь, тетя Мэй с удивлением обнаруживает истощенного Мартина Ли, который просит о помощи и говорит, что некто собирается найти его. И несмотря на все это, лишь грехи Осборна не вернулись к нему. Норман считает это знаком, и он помнит те слова, которые Гарри произнес перед заточением. Когда тьма начала окутывать Киндреда, он признался, что всегда мечтал об этом, чтобы они собрались вместе, Гарри его лучший друг и отец. Ему жаль, что все так случилось. Но ему нужно было, чтобы они страдали так же, как и сам Гарри. Это единственный способ, чтобы они смогли увидеть правду. Единственный путь, чтобы они смогли вспомнить, что натворили. Только так Киндред мог показать, что эгоистичность и лицемерие Питера всегда делают все хуже. Только без зеленого гоблина Осборн мог почувствовать настоящие страдания. Киндред пытался через боли и страдания заставить их вспомнить, но ничего не получилось. Возможно, через некоторое время Питер и Норман смогут докопаться до правды. Гарри так любил их, и он до сих пор не знает, почему они поступили с ним именно так. Теперь Норман сделает все, чтобы узнать смысл слов своего сына. Вскоре в Рейвенкрофт добирается еще один участник драмы. Это Человек-паук, и он жаждет разговора с Осборном. Киндред заперт, пойман в непробиваемую ловушку. Значит ли это, что для Питера история закончилась счастливым концом? Выбравшись из склепа, Питер облегченно обнаруживает М.Джей, живую и здоровую. Его также ждут люди-пауки, которые жаждут узнать, что же произошло на самом деле. Однако Питер не может рассказать всей правды. И такой ответ крайне не устраивает Гвен. Однако Мадам Паутина сообщает, что придет время, когда они все получат ответы. И вот разъяренный Человек-паук приходит к Осборну, чтобы получить свои ответы. Он устал от всех этих игр, семейных драм Осборнов и постоянного обмана. Как бы ни пытался Норман убедить Питера, что теперь все иначе, наш герой отказывается верить ему. Однако Осборн заверяет, что все, чего он хочет, это помочь своему сыну. Тем временем, Люди-пауки решают, что им делать дальше. Они считают, что ничего еще не кончено, и это всего лишь начало чего-то более крупного. Как бы то ни было, вместе они будут готовы встретить надвигающуюся угрозу. Питер же предупреждает Осборна, что с этого момента он больше не имеет ничего общего с их семьей. Если он услышит еще что-нибудь о Киндреде, то вернется и разнесет это место вместе с Норманом. Когда Человек-паук покидает Рейвенкрофт, мы узнаем, что Киндред находится именно там, где он и хотел бы находиться. Далее нас переносят в морг, где Карли Купер исследует тела, выкопанные демоном. Внезапно в записях она замечает нечто странное. Подтвердив догадку, Карли пытается дозвониться до МД, которая просила ее проверить тела. Она хочет сообщить ей о неком человеке, которого не было в ее списке. Но Карли не успевает сделать этого. Мы видим падающий телефон и многоножку, ползущую по нему. В конце выпуска Питер возвращается домой к МД. Девушка задает вопрос, закончилось ли все. И наш герой говорит, что еще ничего не закончено. Уже в следующем выпуске, едва пережив весь ад Киндреда, Человеку-пауку приходится столкнуться с десятками внутренних демонов. Но обо всем по порядку. Совсем недавно в приют Пир пришел сам Мартин Ли, и тетя Мэй впустила его внутрь. Там бывший владелец приюта поведал женщине о своей борьбе с мистером Негативом и о том, как ему удалось избавиться от него с помощью пожирателя грехов. Некоторое время Мартин был свободен от своего альтер-эго, и он был счастлив. Однако вскоре его грехи вернулись. Каким-то образом Мартину удалось снова избавиться от них, после чего он отправился в приют. Однако он уверен, что Негатив не отпустит его просто так. Тем временем Питер решает навестить Лиз Аллен, которая совсем недавно наладила отношения с Гарри. Ведь никто и не подозревал, что на самом деле произошло с ним. Питер решает рассказать Лиз некую правду, заявляя, что у Гарри случился рецидив Гоблина, самый серьезный из всех. Однако девушка не может поверить, что Гарри взялся за старое. Тем не менее, ее сын Норме уверен в обратном. В последнее время мальчику пришлось быстро повзрослеть, учитывая недавние события. Норме показывает Лиз и Питеру, что в их доме находится секретная комната со снаряжением зеленого Гоблина. Однако Питер не понимает, если Гарри не превращался в Гоблина, зачем ему нужно его оружие. Затем внезапно на пороге квартиры появляется Норман. Питер в ярости выталкивает его из квартиры, повторяя, что он не будет помогать Гарри. На что Осборн задает закономерный вопрос, а зачем тогда он пришел к Лиз? Тем не менее, Норман искал самого Питера, чтобы сообщить ему, что он услышал из разговоров Фиска. Осборн узнал, что в городе планируется нападение на приют Пир. Узнав об этом, Питер немедленно бросается на помощь тете. Тем временем, Мартин Ли начинает ощущать присутствие окружающего над зданием греха, который будто в святое место не может войти в приют. Однако его демоны могут это сделать. К счастью, Питер успевает прийти на помощь к тете и вступить в бой с крайне живучими врагами. Далее мы переносимся в Рейвенкрофт, где Кингпин беседует с Безмолтным Киндредом. Так мы узнаем, что Фиск нашел демона в глубоких катакомбах Парижа, где он умолял его об услуге. Но Киндред ответил нет. В этот момент в помещении появляется один из внутренних демонов. Кингпин позволит им промышлять в его городе, а взамен негатив поможет ему. Он сможет выполнить его самое потаенное желание. Но для этого ему понадобится нечто большее, чем скрижаль жизни и судьбы. На этом моменте мы останавливаемся, так как это были самые последние комиксы по удивительному Человеку-пауку. Будем ждать новых. Ну а пока вы можете подписаться на канал, поставить лайк, комментарий и поделиться видео с друзьями. Спасибо за просмотр. Желаю вам крепкой паутины и великих побед. До скорого. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok